привет мои дорогие любимые я уже съела два бутерброда с цветной капустой и начала есть вот это мяско это просто что-то с чем-то очень и очень вкусное советую оно не пересоленное там скажем так влажное но не настолько знаете когда вливают воду для того чтобы больше килограмм было нет оно просто чудесное обалдеть какое вкусное сыр немножко мне засоленный но если например на пиде вы будете брать или на горячие бутерброды то шикарно вообще бомба просто классно я сейчас вот это съем и сделаю себе кофе 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 всем привет мои дорогие любимые вторник день чудесный нет дождика не это комендантского часа все гуляют знаете так приятно смотреть я понимаю что лучше еще осторожнее ходить потому что все таки вакцина у нас прививается очень медленно можно заразиться но все равно знаете как-то так настолько тепло сегодня по моему 17 градусов и так на душе так приятно солнышко хотя нет сегодня тучки но это не дождь много-много людей много-много людей ну да потому что был комендантский час был вид дожди все вырвались все на свободу сегодня реально очень тепло настолько хорошо было так холодно 5-6 градусов для анталии я понимаю сказать или 5-6 градусов тепла ты прикалываешься для анталии холода ваша нас нету батарей таким вот оттекло здоровья ух да тут конечно так уже потом закрыли не весело не весело ну правильно если они видят что в упыток идет зачем они же понимают что пока сезон не начнется но никто не будет ничего покупать то есть куча магазинов есть это люди посмотри дать не знаю пока ничего не слышно о запись на вакцинацию как только будет что-то известно я конечно же вам скрою я конечно не видел что так привязывали много людей много эти все строят молодцы пока дождя нет если они в дождь строили конечно без дождя они еще быстрее спрашивали курс доллара евро где-то показывали да ну если честно можно спокойно зайти в google вы просто пишешь сколько леров все и вам показывает тот же самый курс вы нет проблем всегда красота только что мне написали что завезли три с половиной миллиона вакцины турцию и еще завезут 6 с половиной может уже сейчас на данный момент она есть но всего в курсе 78 миллионов людей сначала привыкки делают военным врачам учителя и людям 65 плюс вот поэтому когда к нам дойдет непонятно и ясно но будем надеяться что все будет хорошо как старайтесь готовят что-то красиво кстати классно придумали что поставили украфт раньше пончики так много не продавали где сейчас всюду смотрю но они дешевые вам скажу я не знаю почему пончики такие дорогие это просто куста чересчур мне кажется ой мне нравится так красиво на новый год это хасан анталия ресторан никогда не было там честно не знаю ну то есть все нужно сейчас туда не пойдете мы вернее яви точнее или ашера то точнее еще все закрыто только на доставку а это кафе дуни ясу закрыли гимн 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 пошли то же самое я даже да и возле меня тоже его закрыли походы его вообще всюду закрыли и манка файси вообще закрыли они поняли что наверно выручка все равно не перекрывает аренду решили даже не напрягаться частые частые чистые легочки конечно 50 лет ничего все не отказывают ну как всегда а вот здесь кстати еще хорошие сладости меня спрашивали и вот эти какие лучше почему эти лучше ну потому что а это смотри все новые у них он и когда вот эти 40 лет тоже 40 лет а эти 80 лет были я уже заходила вас снимал мне просто документы тиши для тиши для тиши для геррики а Какие? Это. Это граната, да? Граната. Здесь русский, английский, арабский. Очень удобно все пишет. С фундуком и гранатом. Смешно. Бревиал, кто бы сомневался. Ну вот, например, с розой. Лепестками роз. Мне не очень нравится. Ну что, я же не собиралась сюда заходить. Вот это с каймаком мне очень нравится. Это обалденно. Обязательно попробуйте. Не всюду есть. Но уже тоже делают. Но не так часто. Раньше они там здесь сделали сразу при вас. Но, видимо, мало людей сейчас ходит. Они уже что готовы, то готовы. Ага. Кстати, если выбирать пешмане вот такое, то я бы вам посоветовала лучше в шоколаде. Оно намного вкуснее. Там разница, я не знаю, или будет большая. Смотрите, 16,90 и 24. Но это намного вкуснее. Ну, мне лично. Ну, попробуйте. Потому что это на любителей. Это как сладкая вальца. Чуть-чуть, чуть-чуть может отличаться. Ну, вот пахлава по 70. Здесь 115. 105. Как-то ниже тут стали. Мне так кажется. Хороший этот магазинчик. Ну, тоже пробуйте. Знаете, ну, сейчас на вирус не надо, конечно, пробовать. Но так. В таких магазинах, по крайней мере, было немножко лучше. Но все равно ене дня. Я его еще покажу вам. Там вообще бомбовские. Там очень вкусно. Эти орешки сразу тоже. Колония. У колонии еще продавалось тоник, скажем так, до вируса. Это местные жители очень любят. Надо, не надо. Они все равно будут споласкивать руки. Кофе неплохой. Я тоже, знаете, не разбираюсь с ним ни чем. Честно. Мне все вкусное. Мне когда в руках еще? Убиты. Столько? Он держит. Представляете, клево живо. Одиннадцать лир. Я хотела уже сто пятнадцать сказать. Че там? Видите, написано. Чтоб расстояние было. И шики лайф колагель сын. Спасибо. Красиво делают, конечно. Молодцы. Вот в таких магазинах немножечко вкуснее. Нет. То есть тоже разница в магазине не может быть. Вот в Стамбуле, когда я была на таксине, мамочка, там такое вкусное. Но они и цену ставят сто двадцать лет как минимум. Там сто десять, я даже не знаю, или было. Но там реально оно прям натуральное, ты слышишь. В этих, если очень сладкое, то это уже сахар, это уже не натуральное там есть. Хотя, тоже может быть вкусное. Мы стерчавшись в Стамбуле очень вкусные сладости. Мы с мамой не дали. Куда мне деньги потратить? Себе цветочков купить? Мне тут целый анталис цветочков. Зачем мне? Правильно, где она, красные, но, я не видя, что никому не народы не пошли. всем доброе утро это мой завтрак рис с пассировочкой и грибами почему потому что постный день вчера у меня были горячие бутерброды вкуснейшие и честно говорю если бы не постный день я бы их ела каждый день но если была бы финансовая возможность покупать каждый день мясо продукты на горячие бутерброды так что это хорошо что можно как бы и рис юлечка вспомнить что нужно кушать до водичка ну я когда поем кофе конечно сделаю и будут есть с черносливом это нет это коробочка с инжиром я знаю там другой лежал еще раз вам хочу сказать вот я взяла такой не сухой а влажный не очень не нравится все-таки я на следующий раз я надеюсь я это дает душа кому никак он не желание нет я все-таки буду покупать сухой мне лично повкуснее не на всем приятного аппетита и мы не тоже сейчас без 10 и 9 утра но из-за того что тучки как-то так сегодня вообще-то солнышко передавали но не замечаю обычно в это время уже как бы видно может и дождик будет не знаю мои помидорчики я уже даже ничего не обрезаю потому что чисто я буду сразу это все вместе выносить тадададам срываю ага представьте он месяц висит здесь он не больше не меньше он не ссыхается ничего с ним не делается урожай не думаете тоже уже можно посрывать нему как бы ничего не будет слушайте так плотно сидят я знаю что вот это надо закрасить это же надо краску специально покупать вот этот под эту стену пока что не на это нету рассчитана не рассчитана и вот эти наверно сюда может эти попробуй и все один урожай мой первый урожай сегодня какой января какой-то января юля какой-то я подожди к января февраль уже февраль вот так это называется в анталии ну потому что ну где снег если честно я вообще не ощущаю что сейчас зима вот когда я смотрю себя в комнате на елку я понимаю да еще как бы зима так мой первый урожай мамочка такой вкусный помидор знаете натуральный без но вот это когда идет добавки какие-то он как вода это такой хорошенький вот этот немножко и кизны но все равно натуральные помидоры ой вкусненько ой вкусненько надо будет на следующий раз уже я думаю что не буду среди помидоры буду на следующий раз надо будет раньше срезать спасибо моим подписчикам любим которые сказали наконец-то юля срезать срезать да вот такой мой первый урожай да вот по моему столику видно что у меня еще зима не хочется мне разбирать верите потому что ну как бы весны еще не чувствуется а тут заберу и все будет как-то так вкусненько вот я сниму обзор квартиры на канал украиночка у ту речь и не и тогда уже разберу это все все никак времени не найду найти это сделать плюс за окно должно быть солнышко у нас пока вот такие деньки вот такие вот такие у нас денечки всем желаю хорошего дня и независимо от того солнышко у вас на небе или дождик или снег я вам желаю всегда чтобы у вас было солнышко в сердечке в сердечке целую